Дорогие друзья и все мои подписчики Сегодня у нас пойдет маленький такой обзор Про мой салон, который подустал Ну точнее, кто смотрел самую первую серию От чего все началось Все видели эту историю с салоном Но теперь я хочу заострить на этом моменте Более детально И показать вам все буквально вблизи Вот смотрите Это стандартный салон Непонятно, то ли это турик, то ли это авант В моем же случае, блядь Это серое, это светло-серо Это вообще, блядь, синее Где они что это взяли, я не знаю Торпеда, раз, косяк Два, это ничем я не смог отмыть Лопнуто, надпись ТРД Казалось бы, что она тут может делать Она просто, блядь, закрывает трещины Нету полочки Которая закрывает весь этот бардак, блядь Где она? Непонятно Сидение все хорошо у нас вроде бы Ну, грантовское, мягкое Все работает вперед-назад Но почему оно, блядь, разное-то с этим Почему это розовое сидение, а это серое Пороги Чего ты доебался до порога? Пороги на саморезах Знаете почему? Потому что там, блядь, все крепления сломаны Сломаны язычки Они тоже разных оттенков Тоже разные, блядь, детали Вот здесь должны быть регулировка света И монетчица Может, монетчица Где они? Я просто хотел, чтобы вы почувствовали Всю эту драматургию этого момента И поняли, насколько, сука, там Мертвецкий этот салон Насколько противно находиться машине Наконец-то наступил тот день Когда мне пришел салон Распорку кузова поставил Можно отправляться Ну это я про багажник А, теклу надо протереть Жучка сейчас будет рада, не рада От новенького бензина Мне бензин еще, наверное, с 17-го года Не, я шучу, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот он. Вот это белое, малыш. Куда подальше поставить? Первый раз в жизни заказывал, ну, доставляет мне это. И вообще я так удоволен вашей компанией. А что? Я заказал доставку, чтобы привезли ко мне домой. Да. Два дня мне даже не позвонили. А завтра бы уже пошло платное ожидание. Ну что, народ, я упаковался. Показываю. Вот для чего иногда пригождаются жигули. Что-то она присела, может, на горке стоит. Посмотрел, вроде упаковка целая. Очень качественно упакована. Единственное, нашел место вот одно. Вот здесь вот. Но там коробка, пацаны. Все в порядке. Турбопартс. Большие молодцы, хорошо упаковывают. Остальное вот в салоне. То есть, все входит. По этому моменту, по возврату, если что, через 30 дней. Судите сами нахуй. Ну, по-другому никак эта система видна. Ну, вообще, первый раз, грубо говоря, что-то мне приходит. Первый раз в жизни я что-то вот получаю. И такая вот, короче, поехали в гараж. Салон прибыл в гараж. Вот он. Теперь его надо сгрузить. Мы большую коробку-то с мужиком грузили. Как я ее один теперь буду снимать? Ладно, шарас, гирьемся. КОНЕЦ! Ну, ладно. В общем, с горем пополам. Я снял эти коробища. 126 килограмм, по-моему, вес. Вот, ребята, посмотрите, посмотрите. 6 коробок чистого черного счастья. Все запаковано как надо. Молодцы они вообще. Прям хорошая упаковочка у них. Все как надо. Друзья мои, хотите распаковку? Давайте, наверное, распакуемся. Я покажу, что вы получите, если вы закажете салон. Стопутово много кто из вас хочет обновить себе салон. Это не реклама компании, у которой я заказал. Просто, ну, вот их работа настоящая. Честный отзыв. Не реклама, в общем. Турбопартс, если вы захотите по сотрудничеству, я всегда с вами буду за. Ну, прежде чем, давайте посмотрим, насколько качественно все и какой вообще там салон. Давайте откроем бать у всех коробок. Это самая большая коробка, которую я доставил до этого гаража. Тяжелючая, нереально. Давайте будем смотреть. Да, ребята, вот оно сиденье. Очень хорошая упаковка. Прям не могу нарадоваться. Давайте. Так, что это у нас? Это, пацаны, третий столб сигнал. Черный. С лампочкой даже с японской. Кладем пока сюда. Да, сиденье грязное, конечно. Надо чистить. Прям химчистку конкретную делать. Очень такие они, видите, прям. Однажды мне сказали, когда я запчасти какие-то покупал, мне продавец сказал, ну японцы же тоже люди. Блядь, нет, я думал они инопланетяне, нахуй. Стой-ка. Давайте развернем. Да. Посмотрите, какая черная она. Крепление целое. Руль. Ну, руль будет покоцанный, пацаны, потому что сразу обговаривалось это. То, что руль высох на солнце. Ну, знаете, такое происходит. Ну, руль под перетяжку. Вон, кожа высохла вся. Ой, что-то у нас тут такое. Я уже думал, может, гашек отправили японцы. Вот такая такс. Открывание бензобака и заднего багажника. Косяк. Ну, стеклышко можно свое поставить. Консоль с шумоизоляцией. У меня, по-моему, нету. Все клипсы на месте. Отлично. Порошки, смотрите. Все клипсы целы. Сиденья. Вот они, туриковские, настоящие сидульки. Вроде не продавлено. Конечно, по сравнению с этим нормально. Такое, а это такое рыхлое. Прям пахнет, пахнет прям Японией. Все поднимается на крутилочках. Даже лучше на крутилках. Давайте посидим хоть. Ни хрена. Вот это поддержка боковая. Да это как полуковши. Не то, что те диваны. Блядь, вообще отлично, пацаны. Давило ногу. Здесь все живое. Не прощупывается. Бля, пацаны, вообще четко. Я уже представляю, как я в углы захожу. Срубаю везде. Блядь, отлично. Давайте пассажирскую. Мне на пассажирском не сидеть. Это вообще как будто новое сидение. Я вам отвечаю. Охереть. Вот эти боковушки вообще держат. Они мягкие, мало того. Держат так хорошо. Пацаны, сидения как новые. Вообще отличные. Ну вот, по прокурчикам мне показывают, что вот здесь вот есть. Турбопарцы молодцы. Потому что они фотоют, такие вот нюансики. То есть там вот, когда я смотрел, было несколько фоток. Они показали прям все вот конкретно. Где косяки, они фотографируют. Это мне нравится. И вторая по размерности коробка. Это торпедо. Или консоль. Кому как нравится. Неважно. Это сын того бати. Коробка. Итак, братва. Торпедо. Какая она черная. Посмотрите, пацаны. Эх, наконец-то заглушка здесь. У бардачка нету кнопки. А тут еще много чего. Нашел какую-то бумажку, пацаны, на японском. Что значит, вообще не знаю. Может он когда-то турбо был. Ремни. Это было только две коробки. У меня еще четыре. Наконец-то. Наконец-то человеческий ручник. Ох, как я ждал этот звук. Собственно, ремешки. И знаете в чем прикол? Смотрите. Тойота Мотор Корпорейшн в 98-м. Турбопаркс, как будто знали, какого года мне надо ремни. Замки ремней безопасности. Боковая накладка. Задняя крыша. Подклеивать надо. А вот штука, которую я говорил, у меня нету снизу. Помните? Вот она. Вот что должно быть. Это все закрывает низ. Чтобы было все хорошо. Не было этого бардака. Так, вот это чуточку получше. Задняя правая получается. Но тоже отклеена от этой штуки. И еще одна интересная коробочка. Такая средненьких размеров. Но легкая. Давайте посмотрим, что в ней. Пацаны, а это наконец-то. Это черный пол. Не розовый, не серый, а черный. Вот он какой должен быть. Вот здесь у меня все оторвано. Здесь все целенько. Под ракету сигнальную. Ох, коврики. Наконец-то, блядь. Вот здесь вот оторвано с двух. Но это можно приделать. Это можно приделать. Это не страшно. Я его так давно ждал. Целый год. Представляете, с розовым полом ездить, блядь. Ничего, смотрите. Все целенько. Единственное, вот здесь, но это было на фото, как бы, ну, это ерунда и мелочи. По сравнению с моими, с теми вздутыми картами. Вы посмотрите, какое состояние. Они даже не поцарапанные. Мне даже лампочки достались, братва. Представляете? Давайте теперь посмотрим задние карты. К задним картам вообще вопросов нет. Единственное, шумоизоляции нет. Но мне кажется, это можно исправить. Ну что, давайте посмотрим самую огромную коробку. Но легкую. Смотрите, в сиденьях спрятали новенькую полочку. Вот она какая должна быть. Не сломанная. Ничего. У меня стоит ионизатор. И придется сверлиться. Я не знаю, как вообще грамотно вырезать. Наверное, ножом. Эх, одна штука сломана. Но они мне ее положили в комплект. Верхняя спинка. Тоже вопросов нет. И завершающим этапом у нас резинки уплотнительные. Должно быть четыре штуки. Две. Три. Да, все верно. Вот, пацаны, что вы получаете при заказе салона в сборе с распила. Вот такую вот красоту. Ну и бардак. Компания молодцы. Упаковывают четко, чтобы дошло все в сохранность. В целом я доволен. За исключением двух вещей, которые меня огорчили. Где моя подсветка зеркала? Где она? Почему я тут нет? И второй момент. Я так и не нашел кнопки бардачка. Приколюшки, которые были найдены. Какая-то секретная бумага с системными кодами для запуска ракет, наверное. И 100 йен или юаней. Я не знаю, что у них там за валюта. Не помню. Смотрите. Вот связался я с Демьяном. И вот он мне сказал, что они вытащили замок. А накладки сами остались. Вот они. Вот так вот выглядят. Это получается, я возьму просто свой замок внутренности, поставлю и накладками закрою. И будет все very well. Давайте на этом закончим. Надо начинать химчистить салон. В таком виде я его не буду ставить, конечно. Его надо привести в порядок. Салон зайдет в мою машину только после химчистки. Так что, ребята, не переключайтесь. До следующей серии. Ребята, я наконец-то закончил переднее пассажирское сидение. Я потратил на него примерно час. Три ведра воды и час времени. Я думал, это какая-то ошибка. Но это может случайно. Может там что-то было грязное. Не важно. Но когда я начал мыть переднее пассажирское... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова